Привет, друзья! Мы находимся на Эпицентре Excel. Говорят, что в СНГ-доте постоянно мелькают одни и те же лица. Они меняются составами, тегами, но в конечном итоге все одно и то же. Наш следующий гость, Алексей Нонград и Васильев, прямое исключение из этого правила. Он расскажет о том, как Flight to Moon проводит время здесь, на Эпицентре, в игре и вне ее, и о том, какие изменения в Доте нравятся ему больше остальных. Привет, Леша! Привет! Расскажи, как тебе первый мажор в твоей жизни? Ой, куча эмоций, куча ощущений. Но, я не знаю, это мажор в моем родном городе, поэтому, наверное, эмоции не такие яркие. Ну, что-то сказать, май, Москва. Я как хотел неделю назад на шашлыке, на природу, так и сейчас хочу. Да, на природной шашлыке. Но могу сказать, что эмоции от игр колоссальные. Вот играть очень круто, играть мне очень нравится, это здорово. Как ты думаешь, если бы вы попали в другую группу, ваша судьба иначе бы сложилась? Так же бы легко вы прошли досрочный плейл? Ну, рассуждать над темы можно много, наверное, но я не знаю, честно. Я не считаю, что другая группа сильнее или слабее, там просто другие команды, кто его знает. Да, я думаю, тоже нормально бы выступили. Самой большой проблемой, насколько я понимаю, стали для вас LGD. Это единственная команда, которую вы даже карту не смогли забрать. С чем это связано? Ну, тут опять же можно много всяких причин придумать. Мне лично кажется, что это как-то связано с нашей игрой против Liquid. Возможно, на ней мы должны были выигрывать 2-0, но в итоге что-то немного подзакинули. И на ней потратили, возможно, все силы. И на LGD просто не осталось как-то эмоционального настроя. Я не знаю, это мое мнение. Возможно, это не так. Возможно, они просто жестче играют, перепикали или еще что-то. Не знаю. Расскажи, как вы проводите здесь время на Epicenter, особенно учитывая, что у вас очень свободное расписание. Одна игра в день и свободная. Ну, все по-разному. Кто-то гулять ходит, кто-то сидит, играет матчмейкинг. Вот Айрат, например, обыгрывает китайцев в FIFA. Короче, прихожу я вчера на второй этаж покушать, и вижу, как сидит Айрат, сидит Саннинофер, и сидят 10 китайцев. И режется в футбол. Я смотрю на счет и вижу, что Айрат за московский Спартак обыгрывает Барселону 5-1, играя одной рукой. И тут китайцы начинают кричать. О, call FY, call FY, типа, зовите Крайкена. И просто приходит такой FY серьезный в очках. Выбирает себе команду. Айрат сразу говорит, о, он неплох. И Айрат выигрывает первую игру. FY такой, говорит что-то китайцы, которые говорят по-английски. Китайцы переводят, типа, go again, давай сейчас играем. Во втором матче побеждает FY 2-1 так же. И тут Айрат говорит, ну все, сейчас нормальную команду возьму, закрою его. Просто берет Барселону, 5-1 его выносит. FY просто на нем лица не было. Мне кажется, он потерял вообще весь авторитет среди китайцев. Он все, он поплыл. Он был так расстроен, все. Мне кажется, они больше ни одной карты после этого не выиграют ни у кого. Сейчас очень модно спрашивать у игроков их мнение о патчах. Но я думаю, что мало смысла обсуждать каждый отдельно взятый патч. Но вот в целом, за последнее время, что, на тот взгляд, изменило в целом игру на оффлейне? Ну, насколько я помню, раньше можно было выпуливать крипов, сейчас их нельзя выпуливать. Но лично в нашей игре это никак не сказалось. Мы никогда такими вещами не занимались особо. Мы приходили на линию и, честно, дрались. По-мужски? По-мужски. Ну, да-да-да, без этого выпуливания. Это, ну, кому это интересно? Ты выпуливал? Ну, нет. Поэтому... Это мне только нравится. Я люблю такие вещи. Что еще? Насколько я помню, ну, вот если набрать последние полгода, раньше крипы в другом месте встречались. То есть было полегче стоять раньше. Раньше ты мог прийти один и как-то что-то выформить. Сейчас ты один просто не можешь туда прийти. Тебе ничего не дадут. Надо приходить вдвоем и, ну, интереснее стало играть в хорде. Интересней. Форс, не знаю, вообще-то следишь за там медиапространством, интернетом, твиттером и всем остальным. Он, давая свой прогноз на эпицентр, высказал такую мысль, что у вас игра строится по одному и тому же шаблону. Богатые коры, сытые. У тебя там что-то более-менее есть. И нищие саппорты. И что вот якобы, как бы, это задача, которую должно быть легко решить топовым командам, и далеко вы на турнире не зайдете. Как ты оцениваешь это заявление? Ну, возможно, так оно и есть. Я не знаю, ну, я не первый раз слышу про какой-то шаблон, но у нас-то нет в голове этого шаблона, что вот, давайте, у нас у саппортов ничего не будет, а у коров будет много. Ну, игра строится, ну, как пойдет. Вот, бывает у Сани на эфир больше, чем у меня, бывает у меня больше. Но это от игры в игру. Нет, никакого шаблона нет, конечно. Есть такой банальный вопрос, у всех его спрашивают, игроков, в какой-то момент. Как твои близкие относятся к тому, что вот ты занимаешься киберспортом? Опять же, обычно ответ очень шаблонный. Все говорят, ну, раньше, когда я только начал играть, то родители относились плохо, а потом я начал зарабатывать деньги, и они стали относиться хорошо, но ты пока не зарабатываешь прям уж много денег на этом. Наверное, мой ответ не будет оригинальным. Мои родители так же как-то скептически. Ну, как, у меня папа до сих пор говорит, иди доучивайся. Ну, у тебя там, если вот сейчас что-то не получится, через год пойдешь точно учиться. Я говорю, да, конечно, конечно, папа, пойду. Да, в целом, да нормально относятся, но лишний раз ничего не спрашивают. Как моя мама выражается, не гоняет фен-шуй. То есть они не из тех родителей, которые будут смотреть карточки, обновлять твиттерочки. Нет, 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 ничего. Постфактум могут спросить, что, как, а я скажу. Ну вот. Проиграл, выиграл. Ну да, типа того. На этом уровне. Как, сколько. Сколько фрагов сделали, и сколько денег выиграл? Конечно, денег. Тебе самому, опять же, вернемся к разговору о доте, о мете, ты играешь на самых разных героях. От какого-то, ну, довольно там, пассивного абаддона, вплоть до каких-то, не знаю, кетчеров, ганкеров. Тебе какой игровой стиль больше импонирует? Мне, конечно, больше нравится играть активно. Я вообще, ну, мне кажется, у меня плохо получается играть на героях, так сказать. Как поддержки. Я, ну, на абаддонах, грубо говоря. На абаддонах? На абаддонах, да. Мне нравится. Мне Клок, Бэтрайдер. Вообще твои темы. Да, мне это очень нравится. Ходить, жарить по карте кого-то искать. Это, ну, мне кажется, это намного интереснее игровой процесс, чем стоять бить крипов или кидать щиты. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, есть еще фишка в разнообразии, что ты сегодня половила людей по карте, завтра покидал щиты, и тебе, ну, не знаешь, не замыливается глаз. Не надоедает. Одно и тоже. Да, мне, в принципе, ничего не надоедает. Я же все-таки профессионал, правильно мне. А, ну, извините, извините. Если герой заходит, надо на нем играть. Но просто есть герои, на которых у меня лучше получается. Мне кажется, у меня получается играть больше на агрессивных героях. Как ты считаешь, вы больше команда такого склада, которая набирает форму по ходу турнира? Или вот вы прям приходите с кучей заготовок и такие, ну, все, сейчас будем доставать тузов. Ну, заготовки, конечно, были, но их была точно не куча. Поэтому, наверное, мы еще придем в форму по ходу турнира. А может, и нет. Завтра играем, послезавтра играем бестов один. Либо мы набрали форму, либо нет. Завтра узнаем. А то есть пока в процессе групповой стадии ты этого не ощутил? Что мы набираем форму? Нет. Ну, нет. Ну, как, мы как будто приехали в форме. Вообще-то без формы. Ну, вообще-то без формы. К вам даже дети у выхода не подходят за фотографом, потому что форма не видишь, что. Есть разные формы. Есть игровая форма, а есть форма, как экипировка. Да, это же. Вот скажи, когда ты играешь против, ну, отцов доты, каких-то условных темликвид, ты думаешь о том, что, блин, это же темликвид, или ты играешь и думаешь так, ну, это котел, это Террор Блейд, пойду за гангу. Слушай, в игре вообще, ну, ты вообще об этом не думаешь, что вот, про тебя там Мирикл условный, ну, и Майнд Контроль, я не знаю, тебе все равно. Но могу сказать, что когда ты играешь против богов доты, против ликвид, это просто какой-то непередаваемый интерес. Играть в игру просто очень интересно. Ты кайфуешь от каждого момента, ты пытаешься где-то переиграть, ты постоянно думаешь, это, не знаю, это лучшее, что есть в доте. Мне кажется. И после такого играть в паблики точно не хочется. Хочется постоянно играть против таких команд с таким же настроем. Это здорово. Ну, и напоследок, может быть, ты хочешь сказать что-то своим тиммейтам, друзьям, потенциальным спонсорам вашей команды, что угодно. Своим тиммейтам ничего не хочу говорить на камеру, не для записи. Спонсорам говорю, хочу сказать, подписывайте, конечно, нас, вкладывайте на свои средства, верьте. Кому еще, друзьям. А друзьям хочу передать привет. Нет, мне правда, я чувствую вашу поддержку, мне это очень приятно, когда даже люди, с которыми ты мало общаешься, тебе пишут, говорят, топим за тебя всем, всей балашихой, балашихой, извините. Вот. Ну, прям очень приятно. Вот. Спасибо. Так, друзья, подписывайте команду Flight to Moon. Если у вас нет столько денег, то просто подписывайтесь на наши социальные сети и каналы. Будет еще больше контента с Эпицентра. До новых встреч. И на мои социальные сети, на мои каналы, на мой твиттер. У меня там 13 подписчиков. Да. Вот. Я подпишусь. Я подпишусь. И вы подписываетесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok